Благотворительная организация фон Бумбураса учредила для 25 наилучших студентов-контрактников МГУ именные стипендии. Для вручения свидетельств на их получение в университет прибыл сам председатель фонда, меценат, президент строительной компании «Гефес Пантелеймон Бумбурас». В ходе визита его сопровождали председатель Федерации греческих обществ Украины Александр Борценко-Петчаджи, генеральный консул Греческой республики в Мариуполе Элени Гергопулу, а также ректор МГУ Константин Балабанов. Я должен сказать, что господин Бумбурас продолжает лучшие традиции греков, потому что греки всегда были великими меценатами, просветителями, учителями и очень оставили глубокий след именно в истории Украины. Господин Бумбурас большое внимание уделяет населению, которое пострадало и является переселенцами. У нас более ста студентов, которые живут в Шиити. Я хочу в позднее случае поблагодарить уважаемого Бумбураса за ту большую работу, которую он проводит в целом по Украине, потому что он патриот Украины, он великий грек. Сам Пантелеймон Бумбурас сказал журналистам, что его цель – помочь Донбассу, а также обратить внимание всей страны на проблемы жителей зоны соприкосновения. «Сколько могу я сам в этот район, но больше цель, что я разбудить страну и обратить внимание в этот район, в который люди страдают, они не виноваты. Понимаете, я здесь смотрю и, к сожалению, я не вижу, сколько нужно внимания страна. Страна, у нас страна, Украина не может сама решить все вопросы, но есть много богатых украинских людей, патриотов, которые нужно кто-то разбудить». Торжественное собрание по поводу вручения свидетельств на получение стипендий состоялось в актовом зале МГУ. В своем приветственном слове Константин Балабанов еще раз поблагодарил почетного гостя и мецената и поздравил студентов с этим важным для них событием. После того, как свидетельства были вручены, счастливые стипендиаты рассказали нам о том, почему именно они были определены для получения денежного вознаграждения. По словам студентки третьего курса специальности журналистика Елизаветы Казак, она не сидела на месте, проявляла себя в общественной и творческой жизни факультета, поэтому ее и выбрали. По поводу того, как будет тратить стипендию, Елизавета ответила. «На самом деле еще не придумала, но студенческие годы, я думаю, место применения ей найдется». Студенту исторического факультета Максиму Гарматику помогли ответственность и трудолюбие. Он очень любит свою страну и, соответственно, ее историю, поэтому мечтает создать свою дальнейшую жизнь с получаемой специальностью, а свою стипендию будет тратить на книги. «С самого детства как-то воспитывался в таком духе, очень люблю свою страну, очень интересуюсь событиями, историей, и вот так вот постепенно, постепенно в школе хорошо давалось, и решил в университет пойти. Хочу в учителя в школе быть». К слову, общая сумма благотворительной помощи, выделенной Пантемлимоном Бумбурасом, в качестве стипендии для студентов МГУ на текущий учебный год составляет 200 тысяч гривен.